всем привет ну вот и обзор часть 2 по каталогу 14 2024 года это новиночки которые я заказала за две недели до начала продаж по вип-программе в предыдущем ролике мы с вами делали макияж вот с этими тенями из такой вот классные штукенции как сыворотка активатор роста счастье для ресниц и бровей так она и называется очень кстати прикольная тут аннотация мне понравилась эта сыворотка глаза не щиплет все нормально вчера на ночь попользовалась и сегодня с утра попользовалась вроде бы как ничего обычная эмульсия смазываю глазки глаза не чешутся все нормально но конечно ждать роста ресниц и роста бровей за два раза применения ну это глупость я считаю поэтому ждем да помещу его свою косметичку и ждем так эти две мы посмотрели ну и давайте смотреть следующее ну во первых давайте будем сравнивать вот такие вот нюдовые коричневые такие вот оттеночки они смотрятся очень красиво первый оттенок это роскошный махагон с артикулом 5128 и второе идет молочный мока с артикулом 5127 ну что ж начнем с махагона они к только кажутся одинаковыми я специально сводчи и сделаю вместе для чего для того чтобы вы поняли разницу вот такие вот тенюшечки давайте с вами смотреть 1 2 3 4 такая вот красота и давайте переносить 1 2 3 и 4 видите трое таких вот мерцающих это тоже блестюшки на счет плод это или это матовый у нас так это такой ближе к атласному к матовым получается оттеночек а остальные получаются такие вот блестюшкины два матовых и два блестюшки да сейчас меня опять на ругает за мой сленг но зато я вам показываю все как есть авторы я очень интересные пятьдесят один двадцать семь давайте же их разглядываем и будем смотреть раз матовый два такой вот мерцающий красивый 3 такой вот цвет и 4 такое прям золото золото ну и давайте сравнивать да если взять коричневый то не тут очень разные оттенки доверите этот такой ближе к красноватому какому-то отливу этот такой более-менее обычный если тут блестюшечка такая то тут есть ушечка вот такая получается идет так давай-ка фокусируйся не капризничай так если тут такой рыженький то тут такой вот мерцающий коричневый яркий да ну и последний у нас с вами оттеночек это такой вот светлый его практически не видно это светлый матовый я очень люблю такие вот свежие как раз такие оттеночки не очень хорошо высветляет уголок глаз в общем-то шикарно как обычно берем кисти спонжи от фаберлик другими я пользоваться так и не научилась очень классные так ну и поехали итак у нас тут палета молочный мокко 51 27 и давайте будем пробовать для начала мы с вами будем класть конечно же под ложечку вот это вот которая которая практически не видно я люблю такие светлые подложки и кстати много чего лишнего можно этими подложками убрать где-то скорректировать то есть не надо брать пудру вот мне сейчас вот эндрайт perfect me очень светлый тот 63 49 и я люблю им вот именно что все корректировать но практически на тут немножечко потеплее но тоже для глаз очень хорошо подходит его конечно же практически незаметно тут сияшки у нас идут двух видов значит сначала конечно же я беру матовый оттеночек набираю на кисточке он очень хорошо смотрится в принципе очень хорошо тушуется ну что поехали когда я века опускаю становится не видно всю мою моливню посыпание небольшие конечно же есть но это нормально для всех теней я еще не встречала ни одних теней не по одной цене чтоб тени не сыпались на то они и тени чтобы сыпаться то есть мы с вами можем сейчас нанести на все века и распушевать не слушайте великолепно наносится попробую еще такой вот большой кисточкой я очень люблю просто большие кисточки потому что века у меня большое тяжелое вот и я так вот сгибаю и сразу же наношу излишки конечно же лучше смахнуть пока они не впитались потому что темный оттенок неизвестно как себе даст еще да еще люблю пудрой делать заеду убирать это вот место так ну что могу сказать тени отличные кладутся великолепно в местах где сильное такое знаете скопление морщинок они легли хорошо не вот это конечно надо это у нас один вид макияжа да получается и второй вид макияжа мы берем уже сияшечку принципе да эту сияшечку можно нанести пальчиком потому что все сияшечки наносятся пальчиком она идет посветлее слегка и потом тушуем эту сияшечку и потом можно выровнять кисточкой получается если нужно вот это сияшечка вообще придает ровности цвету взгляду как-то вот с ней даже тени лучше стали смотреться очень красиво кладутся поверх и не видно самое такое классное что не видно сильного сияния это такой легкий шелк я бы так выразилась и этот легкий шелк он просто вот немножечко лежит можно высветлить еще буду брать то что покрошилась но крошится реально минимально меня это устраивает а любая девушка может это сделать себе такой макияж еще раз набираю вот так через кисть он кладется минимально через пальчик он кладется очень сильно да как вы видите и вот эту вот сияшечку можно добавить везде где хочется и где угодно вот таким вот образом можно добавить даже можно сказать в смоке ну смоки сначала рисуется потом тушуется до стрелочка тут такой смоки наоборотный но взгляду можно придать если взять такую вот губочку еще снизу сияние у нас с вами темный оттенок в данном виде макияжа идет как подложка а этот глаз немножечко подсвечивает и делает более коричневым более свежим таким он такой более яркий и более легкий получается видите да сами то есть таким вот образом наносим и у нас с вами получается века само посветлее а края немножечко этой кисточкой мы наносили потемнее их можно еще по идее края бока уголки глаз на кто как называет еще раз затемнить и уже потом подрастушевать большой душу я потом я очень люблю обычным вот этим делом стряхиваю и вот так вот провожу чтобы у меня кверху глазик смотрел подравниваю таким образом чтобы кверху тени шли немножечко такой резкий эффект ну и в принципе уже очень хорошо получается красиво здорово ровно в тени видишь да что тут уже два оттенка теней и все такое прочее и уже в принципе можно было и закончить да вот но все-таки давайте возьмем с вами вот эту вот красоту сияшечку и будем наносить на века вот немножечко осыпалась видите до какой степени она яркая сияшечка я вам сразу говорю капризная капризная вот ее нужно края потушевать и ложится она тоже капризновато набирается тоже капризновато но оттенок ну уж очень красивый конечно да давайте еще попробуем такой вот гладкой кистью вот так вот набрать то есть перегладить все это чудо так вот набрать постараться и попробовать положить в уголок глаза будет ли она ложится нет вот это мне не нравится сияшечка потому что она плохо ложится на века вот посмотрите да сами как-то не особо тут это сияшечка не совсем то что мне нужно даже пальчиком давайте попробуем пальчиком на подсветить глаз конечно много получилось но много мы можем убрать кистью то есть тут все танцы с бубнами пошли пальчиком положилась великолепно но знаете какими-то слегка вот я бы сказала так вот чешуйками не могу сказать что эти блестки прям удачный вариант неплохой взгляд освежают как вы видите да что было до что стало после как бы стало конечно же лучше но их немножечко сложновато наносить сейчас обратно вернем с вами тут затемнение в уголочке наша коричневая чтобы она у нас было то немножечко сияшечки его подвинули это плохо нужно баланс соблюдать и почистим под глазиком слегка и выпрямим глазик вот в принципе на мне сейчас целиком и полностью молочный мокка четвертинка ну немножечко конечно вот это вот разочарование потому что сильно он крошится сильно навека с такой силой конечно же мы не будем наносить я его легонечко вот так потерла и он видите такими как чешуйками лег он не лег ровно вот но еще раз повторюсь века возрастное и я его слегка вот так вот подтушевала подрихтовала и начало выглядеть неплохо ну как есть так есть да дальше берем с вами мне очень понравилось больше всего вот это палета объясню почему 5128 это роскошный махагон мне очень понравился вот этот коричневый яркий цвет он очень сильно отличается да мы с вами уже говорили от предыдущего коричневого в палетке 5127 такой нежный коричневый получается а тут он такой прям вот видите махагоновый такой что-то типа немножечко фиолетовый и мне кажется он будет очень хорошо смотреться именно на моих веках тут уже получается довольно таки полноценная подложечка вот этот оттенок он идет с разово он прям розовый такой красивый давайте будем его смотреть я обожаю вот эти вот теплые оттенки не очень-очень они нравятся прям великолепно даже можно вокруг утеплиться остатками на конечно же главное тут остатки они чтобы вывода мал мне очень понравился этот оттенок даже можно взять его слегка сюда чуть-чуть и вот тот нанести чтобы она сочеталась классно потому что он тоже слегка розоватый и получится куда красивей вот он такой желтовато конечно розоватый но больше все-таки розоватый и больше будет сочетаться да вот это вот это место так вот этот теперь можно продолжить и нанести как более основную я так понимаю подложку как он кладется появится тоже только пальчиком получается на пальчиком хорошо кладется он такой более-менее светлый да его можно нанести и растушевать получился светлее даже чем подложка как вы видите да он скрыл немножко цвет подложки так вот и намазываем как вот пальчиком да вот так кисточкой если вести то его становится очень хорошо видно то есть таким вот образом или самим пальчиком наносите да если взять то есть так вот по центру и в уголок уже саму сияшку можно нанести сделать и конечно же еще что хочется вот так немножко это двину и вот сюда его провести тогда он кладется излишки очень быстро убираются у него тут замечательно ну и давайте наш с вами махагон будем смотреть на который кисточкой но очень круто кладется очень хорошо давайте с вами смотреть так начало весьма нежные так видимо да цвет такой легкий им вы он не сильно пигментированный да вот этот махагон или вы прямо сильно много не сделаете сильно черный сильно много не сможете сделать вот получится нежный такой довольно таки макияж но вполне достаточно да но как увидите осыпалась немало чистая кисть побольше набираю и все это дело убираю и смахиваю то есть это такие тени которые сначала да я сначала сделал тонк а потом уже красивый конечно цвета тут более спокойный а тут более-менее такой я бы сказала да вот это вот красно-коричневый мне конечно оттенок очень понравился он красивый и для меня он ну такой вот впервые даже так можно выразиться впервые такой на себя наношу поэтому конечно очень интересный цвет прикольный такой аккуратненько немножечко лисичку сделали и сейчас я вот очень люблю смазывать линии как вы поняли уже пудрой смазывается быстро конкретно никакой мазни нету и излишки пудры тоже великолепно убираются ну слушайте очень такой красивый цвет согласно вот но у нас с вами еще одна сияшечка осталось это конечно же только пальчик у этой сияшечки давайте будем набирать помните сияшечку нашу с вами вот такая она свежесть придает и ее мы с вами положим вот в это место совсем чуть-чуть видите на взгляд сразу стал свежей похолодней взгляд стал потому что ну это абсолютно другая сияшечка так чистая кисточка сейчас тушу кисточек у меня влом можно вот так нежненько сделать а можно сделать и посильнее для того чтобы сделать посильнее я беру такую вот плоскую штучку их к сожалению фаберлик больше нет вот натягиваю века и как бы пропечатываю втираю и тогда только вот видите много набираю и втираю как бы тогда вот хорошо но это все сияшечки таким образом работают то есть вот так великолепно вот и чем светлее хочется тем больше вы в принципе можете нанести что хорошо ну и конечно же я всегда после сияшек поправляю потому что еще не научилась очень сильно хорошо наносить поэтому сияшки растушевала и тенюшечку поправила что все было великолепно и аккуратно смотрелось то есть таким вот образом вот эти две сияшки они в принципе молодцы и в принципе вот еще хочется вернуться раз да вот к полете пятьдесят пятьдесят один двадцать семь другой стороной все-таки набрать сияшки нет ребята не крошится очень сильно ведь и даже на кисточку не особо хотят набираться ну давайте рискнем попробуем тут что-то сияшечками не то в принципе да вот если взять такую вот губку упругую то что-то да нанесется но будет как вот знаете чешуйками какими-то тоже получается нет вот это вот я конечно вот этот оттенок ну сами видите да в артикуле 51 27 мне конечно им сложно воспользоваться он вот так вот крошится ломается и тяжело очень кладется и века мы так с вами конечно же тереть растягивать мы его не будем вот поэтому аккуратненько наносить сложно видите сами такими чешуйками ложится как не чешуйками такой кучкой поэтому вот эти тени я бы конечно не рекомендовала особенно тем кто не очень хорошо умеет тенями краситься вы с ними замучитесь это могут нанести люди которые ну более-менее вот привыкли к теням более-менее привыкли наносить образ тогда будет свежо хорошо красиво чем с вами видим как вот эти сияшечки хорошо легли до прямо великолепно и как те сияшечки легли как бы ну я считаю что это небо и земля конечно так ну что тени мы с вами поснимали почти все осталось трое теней то их уже оставлю опять таки на следующий обзор смотрите какая у нас вами появляется красота для меня это очень много что значит почему он потому что у нас с вами появляется обновленный ночной крем архитектор во первых он идет с улучшенной формулой да мы с вами это знаем но самое что классное самое что классно он стал в новом формате упаковки и плюс улучшенная формула для меня это мега удобно и я с превеликим удовольствием просто буду им сейчас пользоваться и в дороге и везде так как мне 40 лет линеечку 50 плюс я прохожу ну примерно один-два раза в год так как у меня до от декольте долине роста волос на голове все считается лицом они у меня за пару недель уходят я линейки меняю часто конечно же всегда беру линейки уходовой целиком запах остался такой же все такой же просто из баночки он превратился в тюбик в тюбике намного удобнее и самое главное гигиеничнее и ночной крем с артикулом 67 79 прямо меня порадовал он остался таким же классным действенным клевым он идет 50 плюс до 50 плюс вся линейка вообще мне очень нравится но это для меня просто мега вау он во первых впитывается очень хорошо хотя он ночной на него даже можно макияж нанести если вы вечером куда-то собрались сходили в душ и уже понимаете что крем когда я может не нанесу сегодня я может быть сегодня устану да может быть какой-то театр еще что-то это бывает утомительно и конечно нанесли и все и у вас уже есть вот такая красота на лице очень нежный кремчик мягкий хороший и приятненький далее прям перелистываем огромную часть нашего каталога с кучей скидок с кучей всего да каталог двухнедельный он очень ребят хорош на скидке я конечно это все дело посмотрела ухнула ахнула все надо но все есть в общем я бы набрала конечно это просто двухнедельный каталог это кладезь просто для покупателей мега супер класс далее детская линейка на с вами пополнилась вот такой вот красотой это действительно красота это действительно уму непостижимо как это клёво и здорово вы посмотрите как красиво суперски он идет как блеск для губ клубничный коктейль с очень сильным запахом клубничного коктейля ну насколько это вообще возможно да очень приятный такой кубличный коктейльчик с артикулом 41 162 в нем присутствует мелкий шиммер для завораживающего сияния поняли да и приятная гелевая текстура конечно же детская линейка вся который идет особенно 3 плюс она идет с безопасными формулами которые созданы специально для чувствительной детской кожи это конечно факт ну что же давайте же его протестируем посмотрим давайте посмотрим эту красоту прямо на руке вот видите такое нежное нежное такое вот сияние нежное такое переливание он очень такой еле уловимый и у него реально такой яркий но не бьющий в нос нету какого-то привкуса но привкус есть но он очень легкий больше всего из-за того что пахнет скорее всего очень удобно и детям действительно будет чем похвастаться перед подружками и что подружки тоже захотели его что вы тоже купили да такая вот красота я считаю это обалденным приобретением для любой девочки это мега красиво лично я это отдам юляшки племяшки который уже 18 лет и она это очень вот такое все обожает очень красиво супер просто супер так ну что ж и еще одно у нас с вами уникальное событие это для деток в возрасте 3 плюс в размере аж целых 100 миллилитров в стеклянной бутылочке выпущен магний b6 сейчас я вам прямо все очень крупно покажу и производители изготовители так далее артикул 158 87 вот тут идет состав и дозировки и состав все очень крупненько потому что все таки это бат что он делает он поддерживает детский организм период интенсивного роста способствует улучшению памяти и концентрации внимания в принципе нашим детям это очень сильно не хватает потом значит помогает уменьшить проявление гиперактивности снижать стресс и беспокойство улучшает умственную работу поддерживает здоровый сон и конечно рекомендован детям с трех лет беременным и даже кормящим женщинам очень частый вопрос у него идет вкус вишни вот он такой приятненький такой можно я потрогаю вот такой знаете водяной раствор биологически активная добавка пищи до ничем он не пахнет но вкус у него идет такой слегка вишневый я бы так выразила сейчас буду пробовать ну такой кисловато-горьковатый сейчас усну у вас тут магни же прям за обзором усну у меня магни очень хорошо успокаивает и вот если что форму выпуска и так далее вкусненько но очень насыщенный конечно вкус но его можно куда угодно я так понимаю налить если хочется можно и пить индивидуально как вот тут душеньки угодно ну что ж мои дорогие скоро будет вид новинки часть 3 обзора потому что очень долгий опять ролик у нас с вами получился и это конечно не очень хорошо но пусть пусть так и будет потому что тени как вы быстро протестируете как вы быстро на них посмотрите как вы их быстро нанесете ну никак я считаю что обзор должен быть полноценным как считаете вы напишите мне обязательно ну что ж заканчиваю выпуск новинок часть вторую и скоро выйдет вип новинки часть 3 смотрите я есть вконтакте я есть в канале telegram вы можете в описании под видео посмотреть все мои ресурсы чтобы мы с вами не потерялись если вы смотрите мой ролик из инстаграма или из ресурсов смета да например такие как youtube неизвестно отключат нам его вернут мы все в подвешенном конечно состоянии и обязательно подписывайтесь на другие ресурсы кому интересны подробные качественные обзоры я стараюсь подробно все отснять всегда заснять поэтому находите меня и подписывайтесь на мои другие ресурсы там конечно не только обзоры но много тоже что еще интересного и по бизнесу но в частности конечно обзоры я выпускаю практически каждые пять дней даже обычные обзоры не только новинки я всегда снимаю ну все всем пока пока